Всем привет, мои хорошие, с вами Алена Даст, вы на канале Алена Даст, и это видео-шок, потому что, вау, я поменяла стиль, я выкинула все, я же задыхаюсь, сейчас передохну, давно не снимала, с пятой секунды меня что-то несло. В общем, я выкинула оверсайз со своего гардероба, я послала на этот унисекс и минимизировала черный цвет, 99,9% моих вещей были черными. В один момент я поняла, что нет, это нужно исправлять, и поняла я это как раз-таки весной. Всем welcome, Алена не дает, если до этого проценты. Для моего канала это точно необычное видео, что Алена делится какими-то там артикулами, вещами, модными образами, обувью, всеми там находками на весну, такого еще не было, ну согласитесь. Я сама в шоке, потому что я горда собой, и мне нравится тот результат работы, который я проделала. Мои хорошие, кто думает, что, не знаю, Грише таксисту не хватило денег нас содержать, и мы умерли от голода. Я ушла в депрессию от моей хейтерши Евы, моя постоянная хейтерша, она там вообще уже собирает кланы против меня. Кто думает, что я куда-то там ушла с ютуба, ну конечно же нет. Я вообще у меня предназначение популярность, нести себя в массы, поэтому я вот так вот не могу просто уйти, я просто была в инстаграм. Кстати, я начала выкладывать рилс, впервые такой короткий видеоформат после тиктока, тиктока я не снимаю уже больше года, и у меня одно видео с крышей зашло на 2 миллиона, 2! И, конечно, я как азартная такая начала каждый день выкладывать рилс, и поэтому в сторисе тоже там выкладываю. Переходите, смотрите в мой инстаграм, запрещенная в России экстремистическая организация. И сначала хочу с вами поговорить по поводу женской энергии, потому что это всё связано со стилем, с тем, как вы звучите в этом мире, с тем, как вы несёте себя в этот мир. Женская энергия — это не какие-то лайфхаки, когда, да, ты там, глазки вниз, потом вверх, потом губи... Это не позиция того, что я самая слабая, я самая такая тихая, скромная и типа равно женственная. Нет, женская сила, женская энергия — это как раз-таки про реализованность. И как понять, что вы нереализованная девушка в плане своей вот этой женской энергии? И как раз-таки многое из этих пунктов, они связаны со стилем. Как понять? Давайте вам перечислю. Шопоголизм — то есть желание постоянно покупать вещи, но при этом носить нечего. Когда, да, вам кто-то говорит, да, блин, у тебя столько вещей, ты ходишь в одном и том же, или вы сами думаете, что носить-то мне нечего. Вот это связано как раз-таки с нереализованной женской энергией, потому что вы не понимаете себя. И то, как вам нести себя в этот мир, то, как вам себя показывать. Когда это, знаете, может быть постоянные охоты за дешевыми вещами. То есть, да, где-то на скидках, где-то это все началось февральская распродажа, я беру не понимая что, но ура, подешевле, побольше. И потом опять-таки все эти вещи, что с ними происходит, как их сочетать, они чаще всего лежат в шкафу. Потом, конечно же, включим момент, когда ты не можешь потратиться на себя, на свои вещи. Момент, когда вы постоянно подражаете чему-то. То есть, вы хотите выглядеть только так, как модно, как трендово, как одевается сейчас вот это, вот это и вот это. Но опять-таки вы хотите как модно, но никак звучите в этот мир вы. И вот в начале этого года, еще, да, 16 января, мне день рождения, но где-то до этого, я вот занялась таким вопросом, что я посмотрела на свой гардероб. И такая, думаю, вот какие формы там преобладают, какие цвета, как эти вещи характеризуют хозяйку. Да, хозяйку, я постаралась просто объективно, типа не меня, а хозяйку, которая их носит. Я так посмотрела и поняла, что нет, со мной это несовместимо. И вот моя первая попытка исправить положение, это был как раз-таки шоппинг на день рождения. И я вас призываю, обязательно посмотрите на свои вещи. Не со стороны, что там это актуально, это не актуально, это уже модно, это не модно. Сейчас вот такой цвет актуален, вот такой у меня не очень цвет, да. Сейчас принты никто не носит, и мне и надо убрать эти принты. А посмотреть с точки зрения того, насколько ваш гардероб характеризует вас. Эти вещи, которые на нас висят, они значат чуть больше, чем мы на самом деле думаем. Потому что внешний вид, это один из хороших способов себя подать и продемонстрировать. И девочки, я говорю не о том, чтобы там казаться, а не быть, а о том, что ваше внутреннее должно обязательно находить этот отклик во внешнем. Иначе внутри вы уже свободная творческая личность, а снаружи на вас какие-то висящие джинсы. И никак вот эта вот творческая личность, она наружу не выходит. Вы себя не несете, да, в этот мир как творческая личность. А как могла бы выглядеть, да, если вы там художник, архитектор, как раз какие-то кастомные вещи. Какая-то нарушенная геометрия, да, что-то такое асимметричное, какие-то пояса, корсеты расписные. И давайте теперь обо мне уже. Ну, кажется, что обо мне, мы говорим. Когда я посмотрела на свой гардероб в начале этого года, я поняла, что он черный, и там очень много оверсайза. Вот прямо висящих вещей, под которыми я отлично всегда прятала свой лишний вес. Никак эти вещи не характеризовали Алену Даст, вообще никак. И на день рождения я сделала себе первый шоппинг, но тогда у меня была задача именно избавиться от оверсайза. Я купила себе костюм бело-черный, красивый. А вот у меня черные вещи разбавляются только белым и бежим. Вот весь мой успех. Купила себе черный пиджак в Love Republic, шортики, тоже такие как деловые. Потом купила себе сапоги длинные на черном, черные сапоги на черном каблуке. Такие красивые, я вам сейчас их покажу. Они тоже здесь. А вот что там еще купила-то? Платье купила черное. Ну, то есть, вы понимаете, да, я избавилась от этого оверсайзом, но все равно все было черное. А тут как-то весна. Я очень сильно расцветаю духовно сейчас. Я думаю, люди, которые вот следят за мной давно, вы это чувствуете. Вы это все понимаете, вы, возможно, не пишите комментарии. Кстати, напишите. Вы, возможно, не писали мне не раз там в директ. Но вы чувствуете, как сильно я расцветаю. Я не меняюсь, я не какая-то другая, а вот я именно как-то поярче начала звучать в этом мире. Кто я? Я светлая, я яркая, позитивная. Такая, ах, зажигалочка. И вот этот черный цвет, он меня, ну, никак не отражал. Да, он меня стройнил, но он меня не отражал. И я устраиваю себе второй заход, второй шоппинг. От оверсайза уже избавилась, пошла работать с цветами. Из чего я исходила? Из того, что мои удачные цвета — это белый, голубой. Вот что-то такое светлое, нежное. Цвет, который ярче в этот мир у меня, значит, демонстрирует мою женственность, мою женскую энергию. Это фиолетовый, сиреневый и что-то такое. Это у меня были такие ориентиры на мой шоппинг. Итак, погнали. У меня и обувь, и аксессуары, и вообще, у меня всё. У меня и вальберис, и какие-то дизайнерские вещи. Давайте с вами, наверное, начнём. Знаю, девочки, вы с чего начнём, с чего начнём. Аксессуары. Значит, какие? А-а-а, нет. Отмена аксессуаров, начинаем с маникюра. Я вчера себе сделала. Как вам? Хотела наращивание. Безусловно, мне нравятся мои длинные ноготочки, но я пришла, мастер такая, а почему вы не предупредили, что у вас наращивание? Её что, забыла предупредить, поэтому мы оставили мою длину. И у меня никогда в жизни не было такой длины. Девочка модная, милая личика, фигурка стройная. Начнём с подарка. Сумочка, которую мне подарила Катя. Давайте с вами посмотрим, я вам её покажу здесь. Это вот такая вот сумка от бренда ГЕС. Она вся в буквах Г, 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 Г. У меня, кстати, фамилия моя настоящая не даст, а Галендухина. Вот такие вот символы. Такая вот сумочка. Очень прикольная, аккуратная, тоже цветная. И теперь мне есть с чем её носить, потому что у меня тоже есть такие розово-красные вещи в гардеробе. Вот такая вот сумочка. У меня сейчас моя основная большая, о которой меня спрашивают каждый день. Это сумка из Резервида. Вроде так называется, но сейчас этот бренд пишется как Ре. Просто вот Р и Е. И у меня, в принципе, как всегда, всё чёрное. Это вот моя такая первая цветная сумка. Катюша мне подарила. Можно так это отстегнуть? Можно. Значит, и не так. Так, если будут какие-то разводы, то давайте сделаем вид, что их не было, потому что эти очки я достала впервые после зимы. По поводу аксессуаров. Я хочу вам показать свои очки, которые я, на самом деле, купила летом. И летом их носила, вы могли у меня их замечать. Но эти такие базовые модели, которые можно сейчас купить вообще везде. Начиная с брендов, дальше, там, заканчивая масс-маркетом, эти я купила в Золе. И, да, Алиэкспресс, Вайлдберрис. Ну, короче, где найдёте, девочки? Потому что очки, это, ну, очень классно по мне. Они, согласитесь, круто добавляют какой-то образ с тренчем, с пальто. Почему бы нет? И сейчас плюс начнётся яркое солнце. И вот так надо будет везде от него укрываться. И вот у меня ещё такая моделька есть. Тоже фиолетка. Пыли! В разводах! Ну, как бы, зимовка у них была. С такой позолоченной фурнитурой. Отдают они таким фиолетевеньким. Напишите вам, какие очки больше понравились. Такие тоже. Что упало? Серёжка. И эту модель, и эту модель вы легко сможете найти вообще и на маркетплейсах, и в масс-маркете, и в брендах. Но мне нравится то, что они абсолютно разные. Поэтому очки классно, классно купить на весну. Дальше погнали с вами. По поводу аксессуаров у меня ещё есть вот такая новинка. Я очень сильно захотела разбавить свою укладку. И я заказала вот такую повязочку на Wildberries. Артикул вам оставлю. Удобная достаточно. И, кстати, интересно. Я вообще заказала её случайно. То есть я ни у кого её не видела. Потом я начала замечать, что реально девочки вот такие ходят. Красиво очень смотрятся. Я, правда, хотела чёрный цвет. И, наверное, чёрный да закажу ещё. Потому что с волосами что-то контрастное хочется. Волосы светленькие. Но вот этот вот такой голубой смотрится тоже очень хорошо. Её, конечно, не так надо носить. Ещё у меня вот такие вот колготочки. Я столько себе платьев накупила. Столько у меня юбок. Я открыла свои ножки, которые однозначно моя сильная сторона в фигуре. И у меня расход чёрных колготок просто увеличился в разы. Я сейчас буду зарабатывать на одни чёрные колготки. Купила себе такую модельку из Тезениса. Видите, они идут с такой стрелочкой. По аксессуарам у нас с вами, в принципе, всё. Обувь! Как обычно укладка, кудри ниже плеч. Не есть сладкое, чтобы дарью беречь. Про обувь у меня очень много вопросов. А точнее, про одну конкретную модель, которую я как раз таки купила себе на день рождения. Опять-таки, честно расскажу про плюсы и про минусы данной модели. По-моему, они 9 мне вышли. Что-то такое. Смотрите, это вот такая вот красивущая, да ужасно сексуальная моделька. У меня 37 размер ноги. К ним ещё идёт ремешок, такой чёрный. Я его забыла, к сожалению. Чёрный ремень с золотой пряжкой. Можно просто сверху нацепить. То есть, как вот по-дизайнерски будет, так сказать. Купила я их в обувном шоуруме Виш. Не знаю, вот сейчас опять сижу, одираю. У них необработанный край. И каждый раз, когда ты их надеваешь, с любыми колготками, я пробовала и с капроновыми, и с и 20, и на 40, и на 60. Вот это вот всё, необработанный край, он очень сильно цепляет. Цепляет колготки, и через одну секунду вся часть вот этой ноги, она в зацепках. Минусы. Колготки на один раз. И второй момент, когда ты идёшь, всё равно сапожки они вверх-вниз, вверх-вниз немножко, да. И вот эти все зацепины, их видно. Я пока для себя выбрала только один способ решения этой проблемы, это загибать их. Потому что, видите, вот когда загибаешь, всё гладенько, колготочки не цепляются. Они мне нравятся, они классные. Но вот этот необработанный край для чего? Почему? Зачем так сделали? Как только я в них появляюсь, сразу задают вопросы, откуда они. Потому что вот правда, такие я не прям, не могу, как из каких-то фильмов. Вот такую модель, девочки, вы, к сожалению, не сможете уже купить. И я их покупала два года назад. Вот опять-таки, я именно с точки зрения женской энергии настолько была нереализована, там, два, три, четыре года назад, что я покупала что-то, потому что это было просто по скидке. И два года они у меня лежали. Просто, посмотрите, ни одной зацепки, ничего. Ни одной какой-то вот этой вот промятины. Всё, потому что они новейшие. И сейчас я на них смотрю, и мне не очень нравится. Этот квадратный носик у меня, получается, есть круглый. Ой, не круглый, а вот этот остренький носик. Сейчас вот такой вот квадратный я добавляю в свой гардероб. Их я покупала в Zara. И покажу вам третью модель, которую я буквально день назад забрала с Wildberries. Эти сапоги стоили 1600, но из-за того, что у меня модель белая на белой подошве, они стоили 2, по-моему, там, 600. А так сама модель стоит 1600. Почему я их купила просто как бешеные? Потому что я обыскалась этой белой обуви на белой подошве. Красивый носочек, каблучок, ну, как у всех казаков, он немножечко так скошен. Понятно, это всё не натуральная кожа, всё полиэстер и так далее. Кошзаум. Внутри они с утеплителем. Вот это меня немного смущает, потому что сейчас уже тепло. Не знаю, как буду ходить. Мне кажется, ноге будет жарко немного. Мне нравится вообще эта модель, как взяла 37-й прямо по моему размеру. Мне важна была, знаете, не вот эта верхняя часть. Мне важно было найти вот этот нос. Потому что вообще я хочу купить себе белые джинсы, такие обтягивающие, а снизу расклешённые. Как раз-таки эти джинсы, они закроют вверх. И останется низ, который я искала. Вот такая у меня, девочки, обувь-то получается какая-то прям такая женственная, приятная, что у них тут вот нитки. По качеству я сама понимаю, что будет плохо, но для пару фоток мне точно пойдёт. Ну и, наконец-то, давайте перейдём с вами к одежде. Начать я хочу с верхней одежды. Вот когда я почувствовала это первое весеннее тепло, первое, о чём я подумала, это о том, что я надену этот тренч. И как классно купить какую-то вещь, которая тебе нравится настолько, что ты вот радуешься весне, лету, из-за того, что оно наступило. Я сниму вам очень много кадров, подкадров. Всё будет монтаж на высшем уровне, как всегда у Алены Давалкиной. Всё будет на высшем уровне. Я купила себе осенью такой тренч. Ни разу не было такого, чтобы я не получила комплимент к вот этой вот верхней одежде и к тому, как к ней она идёт. Чёрное. У меня всё чёрное. Говорю, максимум бежевым. Я раньше разбавляла. Оно очень длинное. Оно дизайнерское. От какого-то российского бренда To Be On. To Be One. 44 размер. То есть, в любом случае, да, если вы даже не можете купить такую же вещь, вы всё равно зайдите, посмотрите, может, там какие-то новинки, опять-таки на весну, что-то новенькое. Потому что здесь очень хорошие швы. Вот именно сам шов, он идеальный. Пальто выглядит дорого. Выглядит очень статно, очень красиво. Я его покупала за, по-моему, 15 тысяч рублей. Могу ошибаться. Может быть, оно стоило 15, а я купила за 13. Вот это я уже не помню. И у меня такая с детства установка есть. То, что верхняя одежда, вот самое главное, это подешевле. Мне было уже 14 лет. У меня было две куртки. Там два сезона подряд из Ашана. Мы с мамой покупали мне куртки верхней в Ашане. Я не знаю, с чего они были сделаны. Такое чувство, что из мусорного пакета. Там ничего внутри не было. Как будто мусорный пакет, шит с мусорным пакетом и всё. У меня два года подряд вот были курточки из Ашана. Потому что подешевле. Самое главное, просто чтобы вот сверху было что надеть. Потом, конечно же, у меня было очень много курта, которые мне давали там тёти, какие-то родственники. С рынка у меня было очень много. Кто помнит такие куртки? Они были серые. И у них сверху был такой ремень широкий на резинке. А спереди какие-нибудь стразы. И этот ремень он так защелкивался. На рынке у нас вообще это был топ в городе. Каждая вторая ходила в этой куртке. И вот у меня тоже она была. И вот этот тренч, это однозначно входит в список качественной верхней одежды. Когда он, это часть образа, это часть тебя. И, в общем, мне не терпится его уже надеть и в нём ходить. Потому что, ну, люблю я его. Кстати, вот с чёрными очками. Мне кажется, вообще. И вторая у меня вещь, верхушка. Это чисто такая куртка-накидушка, которую я купила в магазине, в котором отработала два года продавцом. Это магазин Зарина, который я, кстати, очень люблю. Мне он, правда, нравится. Я горда, что это русские создали такую сетку, да, как Love Republic, Зарина. По-моему, Села туда уже входит, Be Free. Это всё Melon Fashion Group. Вот, и мне было там классно оказаться вновь. Правда, вот отпариватель, я на него уже не могу смотреть. Я помню, как я отпаривала. Работа была тяжёлая. Я очень уставала. Но сейчас я захожу с такой благодарностью. Я на 100% благодарна этому моему опыту. Вот, и зашла тоже в Зарину. И в Зарине я купила вот такую вот курточку. То есть она светлая, мне это понравилось. Что-то такое весеннее. Она женственная. Можно приталить. Вот таким вот пояском. Такая очень классная курточка. Мне кажется, она максимум на сезон на два. Из-за того, что светлая. То есть тяжело ухаживать. Но в любом случае, прямо к моим уже цветным образом, она подходит классно. Потому что, о боже, она указывается. К вот этому фиолетовому, голубому, розовому. Гораздо круче что-то подбирать светлое наверх, чем чёрное. Качество, что там внутри синтепон. Всё сверху полиэстер. Всё понятно. Она красива и так уверена в себе, что с улыбкой идёт навстречу судьбе. Ну что, мои дастики, сейчас мы с вами перейдём к вещам. По свежим следам сможете там это всё купить. Вот мне прям это всё нравится. Сначала вам покажу два боди, которые я заказала на Wildberries. Выскажу вам своё мнение о них. Они тоже чёрные, потому что у меня было две ступени. Отказ от оверсайза и отказ от чёрного. Ну то есть минимизирование этого цвета. Назову я вам магазины. Я так поняла, что сейчас мы закупаемся с вами только в русских магазинах, да? Или в русской интерпретации, так сказать. В зарубежных магазинах. Есть чем поделиться. Начнём с вот этих двух боди с Wildberries. Первое боди, оно идёт с одним только рукавом. Достаточно классная, плотная ткань. Тут она двойная. Называется M-боди. Взяла себе M-ку. Прямо так немного маломерит. Получается, здесь идёт на горлышке такая вот застёжечка. На горлышке такая застёжечка. Одного рукавчика вообще нет. А другой прямо удлинённый. Ручку удлиняет. Поэтому боди ставлю хорошую оценку. Думаю, где-то до 80-ти мы и поставлю, что тоже выделываться. Хотя я сейчас смотрю на швы. То есть такая, знаете, недолгосрочная история. Но ставлю вот такую нормальную оценку. И второе боди называется какой-то Yagubant. Взяла M-ку. Покажу вам, как оно на мне выглядит. Оно полупрозрачное. Если там двойная прошивка, двойная ткань, то здесь одна. И у меня вообще всю грудь видно. А я не ношу лифчики. Очень редко там могу надеть топ. Мне нравится здесь рукавчик. То есть тут через пальчик идёт. Оно прозрачное. И оно конкретно маломерит. Я купила M-ку. И чтобы мне его внизу застегнуть, это ткань, которая и так просвечивающая. Она так натягивалась, девочки, что вообще было всё видно. То есть когда ещё просто надето, как-то там не так. Когда ты пытаешься застегнуть, ткань настолько растягивается, что видно вообще всё. И даже если я бы вниз надела лифчик, я считаю, это не очень красиво. То есть оно видно, что ткань такая плоховатая. По швам плохо, потому что посмотрите, что тут. Вот такое. Как показать? Да. Где сейчас закупаться? Какой магазин рекомендую я? Я ходила по большому московскому торговому центру авиапарк. И я заходила во все магазины. Кстати, вот Pull&Bear. Вот эта вся сетка, она вновь открылась. Только под другими уже именами. Как бы немножко концепция изменилась. Скажу честно, плохо. У них просто пустые магазины. А вот, например, Lime, тот же 12 Stories, с которым чек такой высоковатый. Там есть народ. Я вообще с чистым сердцем, с чистой душой заходила во все магазины. Потому что делать уже нечего. Одеваться надо. Что-то закрыло, что-то не закрыло. Что-то изменило свою концепцию финансовую. То есть изменили цены, изменили своё позиционирование. Поэтому я вам советую, если вы едете шопиться офлайн, а классно делать именно это вживую. Да, трогая вещи, смотря на швы, примеряя эти вещи. То обязательно заходите вообще во все магазины. Вообще во все. То есть, да, что-то будет, возможно, вам покажется дороговато. Но всё равно посмотрите вещи, померяйте фасоны. Начните знакомиться со всем. У нас сейчас у вас есть уникальная возможность освободиться от каких-то стереотипных. Да, что вот там дорого, там недорого. Потому что, поверьте, очень многие бренды поменяли свою политику. Очень многие бренды поменяли свою политику. И я, значит, заходила во все магазины. Я купила себе куртку в Зарине. Ну, это русский бренд, он, в принципе, не закрывался. Дальше я зашла в Lime. Lime сейчас — это, по-моему, центр масс-маркета. Там классные вещи. Ценник ровно такой же, как у Зары. То есть, да, джинсы по 4 500, по 5. Пиджак, который на мне я купила в Lime. Девочки, зацените. Мой цвет женственности. Фиолетовый их пиджак стоит 8 900. Те, кто посмотрели на этот пиджак, а удалось посмотреть Грише, Даша, все оценили. Хорошая ткань, хорошей швы. Поролоновые эти плечики. Да, то есть это классно прям. Пиджак, то есть, сидит сам по себе. Он тебя уже несёт людям, презентует. Вот этот топик, который, девочки, нормально так откровенно просвечивают мою красивую грудь. Но он просвечивает, реально не буду вам показывать. Стоит 1300 в Lime. Очень классно, я жалею, что взяла один. Надо было вот такие взять побольше. Качество хорошее. Я просто в зеркало смотрю. Качество хорошее, швы прошиты хорошо. Мне прям очень нравится. Дальше у нас покупочка из Lime. Только вот минус мнётся. Это такие шорты-юбка. Выглядят как мини-юбка. Красивые такие мини-юбочка. А удобные-то какие? Потому что это на самом деле шорты. Когда ты идёшь в короткой юбке, я не знаю, что может быть комфортнее того, что ты знаешь, что там у тебя шорты. И пусть даже их не видно, да? Все думают, что ты в этой короткой юбке, но тебе комфортнее в разы. Тоже решила вам показать рубашечку, которую никак уже не купить. То есть это из Enchidem. Но это абсолютная база. У меня M. Вот у меня вообще весь размерный ряд. Это M. Мне M уже большевато, но S прям маловато. Вот что-то между у меня S&M, но пока беру M. Белая рубашка обычная. Классно взять её на весну. Прямо такое это спасение. Единственное, классно брать её, когда она не такая прозрачная. Но я взяла зимой в Enchidem рубашечку как раз-таки на весну. Платье, которое разорвало мой директ, просто с сообщениями, комплиментами. Спасибо, мои прекрасные дамы. Мне очень-очень приятно. Это вот такое платье моего удачного голубого цвета. Тут надо смотреть, как оно сидит. Тоже швы я вам сфоткала, когда в сториз. Многие написали, ой, хорошо, хорошо. Это платье из Top Top. Оно стоит 8 тысяч. Тоже размер у меня M. Беру M. Тут поролоновые тоже плечики. То есть форму платьишко держит. Очень интересная игра с областью живота. Тут такая драпировка. Ой, прям. И вторая ткань. То есть надо смотреть. Я вам ставлю видео. Я уже ходила в ресторан в этом платье. Мой удачный цвет. И это моя первая вещь в гардеробе голубого цвета. У меня никогда не было голубого цвета. Но сейчас я раскрываюсь, поэтому... Ладно, черный это тоже красивый цвет, да, элегантный, какой-то деловой. Но когда у тебя все черное, это не потому, что ты хочешь быть всегда элегантной. Это просто такое легкое решение, чтобы всегда все там сочеталось, было что надеть. Кто пойдет, рассказывай. Там два есть варианта. Померите два. Мне первый вариант с вот таким V-образным вырезом вообще не пошел. Я не очень люблю на себе V-образные вырезы. Мне кажется, это настолько не мое. А это платье номер два, которое тоже взорвало у меня все. Это вот такая красота. Где бабочка? А, вот. Оно красивое. Оно очень приятное. Здесь идут тоже расклешенные рукавчики. Оно коротенькое. То есть как раз-таки ножки мои в черных капронах просто бомбыто. Но вся фишка сзади. Потому что сзади тут вот такие веревочки, открытая спина и бабочки. Бабочка одна у меня все время отпадает. То есть вот так должна быть. Еще третья бабочка должна быть. Прям вообще такая красота, такая яркость. Вот я ее в мир себя так несу. Вот такими яркими прямо цветами. Вот красота. Красиво-красиво. По цене. Девочки, бренд личи. Зайдите в личи. Вот у меня лайм и личи. Вообще, мне так начали нравиться. Вообще, очень-очень. В личи я никогда не ходила. Это моя первая покупка из личи. Да, так я и знала. 75% вискозы. Вискозочка. Это вискозочка, девочки. Но красивая. Ой, не могу. Яркая. Вот куда мне? Я сейчас живу в Рязани. Мне что-то уже здесь не нравится. Это не моя родина. Как бы моя родина на Урале. У меня нет такой безусловной любви к этому городу. Что мне тут комфортно. Что-то мне не нравится. Я уже хочу в другой город. Последнее показываю из личи. Это невероятная, роскошная, красивая, притягательная девушка. Вот так я себя как бы считаю в этой юбке. Это юбка. Тоже немножко мнётся, конечно. Кош-зам. Да, из личи. С моими сапогами на каблуках. Но это нереально. Такая прям роскошная мадам. Зеленоватого цвета. Под мои глаза. У меня они, конечно, поярче. Зелёного. Но всё равно зеленоватые. Качество хорошее. Да что? И платье, и юбка из личи стоили где-то 4-5 тысяч. В принципе, как и всё там. То есть там действительно плюс-минус одна цена на все позиции. Это вот около 4-5 тысяч. Пишите, что вам больше всего понравилось. Какие у вас планы на гардероб? Какой стиль ваш? Вот этим поделитесь. Да, в каком стиле, в какой одежде, в каком цвете вы чувствуете себя прямо на миллион долларов США. А очень важно так себя чувствовать. И тогда они и будут. Тогда они и будут, эти миллион долларов США. Я честно и открыто говорю. Я против оверсайза и унисекса. И когда я это говорю, это не значит, что я против какого-то твоего свитера, который ты носишь с леггинсами. Да, вот у меня очень много хейта на эту тему в инсте. Под рилсом было. Ой, как так можно сказать? Сама вот такой-то в свитере. Я говорю про общую тенденцию. Когда ты смотришь на свой гардероб, и там всё мешки. И непонятно, это гардероб мальчика или это гардероб девочки. То есть я говорю как раз-таки именно об этом. Что сама тенденция. Понятно, у вас может быть свитер, там, оверсайз, при этом леггинсы, сапожки, каблуки. Или могут быть штаны карго. Но при этом топ, да, тоже может быть каблучки карго. Стильно так сделать. Поэтому тоже вас призываю посмотреть на свой гардероб и оцените, насколько он вас отражает. Вот насколько. Насколько он вообще ваш. Ещё хотел сказать, я хочу сделать влог следующим видео. Может, я соскучилась, не могу. А потом ещё одним видео сделать разговорный вопрос-ответ. Поэтому под этим видео задавайте мне все свои вопросы. Я буду на них отвечать. Видео. Пишите вопросы, комментарии. Целую вас. Всё, весна идёт, весне дорогу. Уже апрель почти. Всё, пока-пока. Снова новый вечер, снова клуб встречи. Её поймать сложно, но возможно...